МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В порядке политические бои 2017. Ваши аплодисменты. Сегодня пройдет 12-я площадка в рамках проекта «Политзавод» и в рамках политических боев 2017. Оргкомитет проекта «Политзавод» благодарит партнеров данной площадки Казанский и Приволжский федеральный университет, Высшую школу журналистики и медиакоммуникаций Казанского Приволжского федерального университета и лично ректора Эльшата Равкатовича Гафурова. Благодарим вас за содействие. Ваши аплодисменты. Политические бои – это в первую очередь образовательный формат. Это та площадка, где каждый из участников проекта «Политзавод» может на практике в реальном политическом бою научиться формулировать свою гражданскую политическую позицию и вести политические дискуссии. Сегодня мы по традиции определим лучшего спикера среди достойных. И помогут нам в этом наша уважаемая экспертная комиссия, наши жюри и эксперты. Итак, знакомьтесь. Сегодня в экспертах. Руководитель Академии молодежной дипломатии Дельбар Садыкова. Ваши аплодисменты. Кандидат политических наук, доцент кафедры политологии Казанского Приволжского федерального университета Виктор Сидоров. Ваши аплодисменты. Наш большой друг проекта, выпускник проекта, что нам очень отрадно и гордо об этом говорить, помощник депутата Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации Раэльшим Суддином. Ваши аплодисменты. Сегодня мы сыграем три интересных раунда, три интересных темы. По итогам первого и второго раунда мы определим финалистов, которые сыграют в третьем раунде. Итак, начинаем первый раунд. В первом раунде сыграют команда Минтимер Ильнур Гарип. Ваши аплодисменты. Команда ЮСБ Кирилл Шабалин. Команда 5.0 Алина Гартвик. И команда ППРТ Юрий Черкаса. Ваши аплодисменты и напутствие удачи нашим молодым лидерам, которые сегодня впервые стоят за политической трибуной здесь в рамках политических баталий. Итак, тема первого раунда. Раунда влияние социальных сетей на психоэмоциональное состояние молодежи. Каким образом вы его видите? Как нивелировать это влияние? И каким образом, может быть, стоит вытащить молодежь из социальных сетей? Однако, возможно ли это? Ведь у каждого из нас есть Твиттер, ВКонтакте, Фейсбук. Мы выкладываем фотографии, общаемся, получаем важную и нужную информацию. Однако, есть и тот негативный контент, который присутствует. Ваше мнение, Ильнор. У вас будет одна минута. Прошу вас. Здравствуйте, уважаемые участники жюри. Одна из весовых причин, которых подталкивает нас использовать социальные сети, это уход от скуки и отвлечение от окружающей жизни. Мы получаем допинг при каждом входе. В итоге большая зависимость. Исследования показали, что социальные сети изменяют личное поведение, и молодые люди стали чувствовать себя менее уверенно и раздражительно. Имеются кибериздевательства. Происходят проблемы с затруднением расслабления и сна. Есть беспокойство и дискомфорт. Появляются реальные проблемы при очных встречах. Исследования указывают на отрицательное воздействие социальных сетей, на психоэмоциональное здоровье и благополучие. Некоторые психологи говорят, что они могут иметь обратный эффект. Это эффект вирусное распространение счастья. Нельзя однозначно судить о влиянии социальных сетей. Но мой ответ, во всем нужна мера. Поэтому мы должны научиться брать от социальных сетей только лучше и уметь вовремя нажать кнопку «Выйти». Спасибо. Благодарим вас. Аплодисменты. Кирилл, у вас есть одна минута. Изложите свою позицию. В настоящее время очень обострилась ситуация влияния социальных сетей и интернета на молодое поколение. К позитивному влиянию можно отнести такие возможности, как самореализоваться в глазах друзей и знакомых, найти себе друзей, общаться по всему миру, поиск в социальных сетях единомышленников, передавать опыт и обсуждать важные проблемы. К негативному нужно отнести зависимость от виртуального мира, общедоступность негативной информации. Общаясь в социальных сетях, есть возможность у подростков присоединиться к асоциальным группам, которые подвергают их к опасности, к опасности их жизни. Сейчас существует такая проблема, как привлечение детей к суицидам, которые как раз происходят через социальные сети. Также существует проблема при общении детей в интернете, им тяжело общаться в жизни в будущем. У вас будет возможность продолжить в раунде вопросов. Итак, Алина, у вас есть одна минута. Прошу вас. Кто лучший друг подростков 21 века? Холодная бездушная машина, смартфон, планшет? А какой вред несут соцсети? Во-первых, риск возникновения зависимости. Люди испытывают эмоциональное удовлетворение, получая лайк и комментарий. Во-вторых, мозг занят бессмысленной, бесполезной деятельностью, получая непрерывную информацию. И что же поможет нам не застрять в виртуальном мире? И огромную роль, как первого института формирования личности, играет семья. Только она может дать правильный приоритет и расставить ценности. А если родители заменяют личное и духовное общение с ребенком на простое подсовывание планшета, то теряется возможность родителей быть проводником ребенка в этом мире. Но найдутся люди, которые смогут повлиять на его неокрепшую психику. И возникает вопрос, кто же будет управлять несформировавшимся подростком? Спасибо. Благодарим вас. Аплодисменты. Юрий, изложите свою точку зрения. Спасибо. В последние годы мировое помешательство на социальных сестях достигло своего погея. И медиками признается как алкогольная зависимость, не хуже. Некоторые психологи утверждают, что соцсети помогают современному молодому поколению не чувствуют себя одинокими. Но получается абсолютно другой эффект. То есть люди, привыкшие к постоянному вниманию, в реальной жизни чувствуют себя плохо и в результате дальше углубляется в виртуальный мир. Согласно исследованиям, это ужасно, конечно. 22% от общего числа молодежи не знают, с кем они дружат. То есть вся информация, которую имеют в соцсетях, является благоприятной средой для педофилов, убийц, наркоманов, террористов и прочих инструктивных элементов. И это ужасно. На самом деле это важно, то, что современные наши дети – это самое важное, что есть у нас. И необходимо выстроить диалог между обществом и государством, ограничить пребывание детей в соцсетях и дать возможность в школе воспитательную функцию. — Благодарим вас, Юрий. Аплодисменты всем спикерам. На этом мы завершили раунд представления позиций. Мы начинаем, открываем сессию вопросов. Уважаемые участники, эксперты, у вас есть возможность задать вопросы первым. Ильнуру, который выступал. Да, есть первый вопрос. Антон. — Здравствуйте, Ильнура. Такой вопрос. В настоящее время обсуждается законодательная инициатива о том, чтобы для регистрации в соцсетях предоставлять свои паспортные данные. Как вы относитесь к этой инициативе и не нарушает ли она право человека на частную жизнь? Спасибо. — Спасибо, Антон. Могу сказать следующее. Если мы хотим обезопасить себя и своих детей, то это правильно. То есть какой-то есть контроль. Но, во-вторых, сейчас очень идет много взломов в интернете. И паспортные данные могут попасть в чужие руки, если это будет доступно. То есть каждый день взламываются сети, и люди захватывают страницы и используют их не по назначению. То есть везде есть свои плюсы и минусы. Но если мы хотим оградить себя от террористов, экстремистов, от насилия и так далее, мы должны прийти к какому-то консенсусу правильно, обсудив все «за» и «против». Тогда у нас будет все хорошо. Спасибо. — Благодарим вас. — Яна, можно вопрос? — Да. — Можно вопрос? — Ильнор, вот смотрите, много можно говорить, что социальные сети, интернет — это зло. А вот вы лично сами что делаете, если, например, находите такой сайт или такой аккаунт? Потому что вот все здесь мы сидим, и мы в жизни много раз сталкиваемся с такими сайтами. Вы, например, сами нажимали, что вот это спам или запретить. Вот лично вы сами что делаете в этом случае, если нашли, увидели в интернете? — Спасибо за вопрос. — Делали ли это? — Вот, сейчас интернет захватил всех нас, очень много ненужной информации и много… — Конкретный был вопрос, конкретный, конкретный вопрос, конкретный ответ. — Естественно, если я вижу, мне что-то не нравится ВКонтакте, например, я больше сижу ВКонтакте, то есть информации в группы, я нажимаю, естественно, спам и так далее, если указывается… — Вы нажимаете спам, то есть вы реагируете на порнографию и так далее. — Потому что я хочу добавить, что вот с 1 января этого года, вот до сегодняшнего дня, 4000 таких аккомптов, сайтов закрыто Роскомнадзором. То есть их очень много, поэтому если мы вместе будем этим заниматься, то какой-то успех все равно будет. Спасибо. — Благодарю. Да. — Я хотел бы добавить, действительно согласен с этой информацией, что 4000 сайтов было запрещено. И существует, ну, размышляя над данной темой, я подумаю, почему бы не создать сайт, на который будут присылать ссылки, ссылки запрещенных сайтов, ссылки негативных групп, люди, любой человек может прислать ссылку на этот сайт, и уже Роскомнадзор будет проверять ее и запрещать. — Благодарим вас, это ваша инициатива, ваша позиция. — Итак, есть ли еще вопросы? Да, Кальнуру, Линара, ваш вопрос. — Ты сказал, что болезнь 21 века — это как раз вот наше сиденье, зависимость от интернета. Ты сказал, что это такой допинг, от которого мы зависимы. Какими способами ты предлагаешь бороться, если силы воли не хватает, и ты сам не можешь нажать кнопку там «выключить» или «выйти»? Спасибо. — Спасибо, Линара. Очень хороший вопрос. Могу сказать следующее. Все начинается из семьи. Семья — это ячейка общества. Если родители не следят и не воспитывают своих детей, естественно, растет потерянное поколение, которое не слушается никого. Следовательно, все нужно начинать с детского возраста. Не зря в Германии начинают сексуальное воспитание с детского возраста. Для нас это плохо, но они понимают, что вложить в голову в ребенка можно в детском возрасте. Только оттуда надо начинать. — Благодарим вас. Итак, есть ли еще вопросы к Эльнуру? Тогда аплодисменты, мы переходим к Кириллу. Кирилл, вопросы для вас, уважаемая студия. Да, Донат. — Здравствуйте, Абхазиев, Донат. Кирилл, а какие пути решения проблем, связанные с социальными сетями, видите вы? Спасибо. — Спасибо за вопрос. Я считаю, что нужно ограничивать и делать контроль со стороны родителей за временем нахождения детей в интернете, за просматривать сайты, которые посещают дети. — Детей до скольки лет? Ну, то есть 18 родителям также контролировать детей? Или каким образом, где эта грань контроля? Заканчивается родительская? — Проблемы до совершеннолетия все-таки больше нужно контролировать. В принципе, дальше, хотя сейчас проблемы даже то же самое из суицидов, они происходят и до 18 лет, поэтому родители должны контролировать всю жизнь. Все-таки это семья, дети, контроль должен быть всегда. Также поиск альтернативных способов времяпрепровождения, то есть это заниматься больше спортом, читать книги, проводить время с друзьями. И также это воспитание внимания к реальной жизни, то есть к проблемам в школе, к проблемам в семье, к проблемам в обществе и так далее. — Благодарим вас, Ленара. Следующий вопрос. — Вопрос. Ты сказал, что… Ну, прозвучала такая фраза о том, что ты хочешь запретить, ну, как бы социальные сети там сидеть в них. А что, если запретить это делать молодежи и подросткам, и тогда они не будут ходить в спортзал, они не будут ходить в библиотеки, они просто пойдут на митинг, они пойдут на демонстрации, и не выльется ли это все в новую революцию 21 века? — Хороший вопрос, но я не называл фразы, чтобы нужно запрещать социальные сети. То есть это категорически делать нельзя, и сидеть в них тоже. Сидеть в социальных сетях можно и с положительной точки зрения. То есть даже если взять детей, сейчас проблема у детей, ненормативная лексика и так далее. Существуют браузеры, которые способны только, нужны для детей, которые запрещают переход на ссылки запрещенные и так далее. Поэтому в социальной сети это полезно. Можно слушать музыку, смотреть фильмы, общаться с людьми по всему миру, находить полезную для себя информацию. Главное — контроль родителей в том, что именно просматривают, какие сайты просматривают и какую информацию берут из интернета. — Благодарим вас. Да, следующий вопрос. Да, уважаемые эксперты. Да, Дильбар. — Всем добрый день. Мне тут рассказали, что есть такая возможность вопроса БЛИЦ. Хочу ей сегодня воспользоваться этой возможностью. Сегодня я первый раз, и несмотря на то, что выступаете вы, я тоже подготовилась. Есть такая интересная статистика, что среди пяти пар, четыре пары познакомились в социальных сетях, и среди десяти, если сейчас не ошибаюсь, десяти браков, восемь браков были результатом знакомства в социальных сетях. И вот с этой точки зрения получается, что соцсети нам помогают создать ячейку общества как семья. Буквально кратко каждый комментарий от вас. В данном случае соцсети — это зло. — Интересный вопрос, Дильбар. — Спасибо за вопрос. — Я готовилась. — Могу сказать следующее. Моя сестра тоже познакомилась и вышла замуж по интернету. Вот. Я тоже знакомился с девушкой, которой встречался шесть лет тоже по интернету. Если взять плюсы, то, естественно, интернет помогает сближать человека, помогает общаться, сближать через расстояние. Но везде возникает большинство минусов. Но при личном общении, как я уже говорил, люди не умеют контактировать. В этом проблема. — Благодарим вас. Итак, к нам присоединяется наш эксперт. Ваши аплодисменты. Бариев Марат Мансурович, депутат Государственного Дома Федерального Собрания Российской Федерации. Марат Мансурович, прошу вас. Мы сейчас сыграем тему в первом раунде по влиянию социальных сетей на молодежь. И Дильбар задала вопрос ребятам. Ведь есть статистика, которая говорит о том, что многие пары и многие ребята сейчас знакомятся в интернете, образовываются семьи благодаря социальным сетям. Так социальные сети излоят или это благо? И сейчас мы отвечаем Блиц. Да, Алина, прошу вас. — Как я и говорил, у социальных сетей есть и положительная сторона. Как раз одной из положительных сторон вы назвали статистику. Во многом люди начинают сейчас общаться через социальные сети, долгое время общаются, и потом уже им легче при личной встрече уже легче начинать общение, так как они знают друг друга в большей степени. Поэтому это положительная сторона. — Благодарим вас, Алина, вашу точку зрения. — Я считаю, что это, конечно, безусловно хорошо, что люди встречаются, влюбляются и женятся именно в социальных сетях. Это плюс. Но ведь очень много таких встреч, которые закончатся очень плохо, негативно. И это тоже палка о двух концах. И хорошо, социальные сети знаком в социальных сетях, и плохо. — Благодарим вас, Юрий, вашу точку зрения. — Да, спасибо. Ну тут как бы палка о двух концах. Просто есть еще обратная статистика. Например, один из пяти в США разводы, то есть как раз благодаря социальным сетям. А в Великобритании, например, одна из трех распадается семья. То есть статистика есть обратная. Вообще у меня есть как бы и одна знакомая, например, просто она вышла замуж в свое время в Бельгии, и в результате осталась и без детей, и без мужа. То есть ее признали психобольной. Понимаете? То есть разные ситуации бывают. То есть все зависит, собственно, от взаимопонимания и взаимоотношений между М и Ж. — А социальные сети могут быть инструментом или мостиком. Кто-то им может воспользоваться, а кто-то и нет. Итак, мы продолжаем раунд вопросов для Кирилла. Ваши вопросы? Да, вот вопрос был. — Проживая жизнь в социальных сетях, уменьшается словарный запас человека. И смогут ли люди через некоторое время общаться в реальности друг с другом? — Отличный вопрос. — Да, очень хороший вопрос. Действительно, нужно общаться больше в жизни. При общении, при живом диалоге люди развиваются, получают больше знаний, опыта, навыков и так далее. В социальных сетях, как я и говорил, нужно искать именно полезную для себя сторону. То есть в социальных сетях можно также читать полезные статьи, книги и так далее. Нужно выбирать для своей жизни, для себя, что ты хочешь получить. И именно это получать из социальных сетей. — Кирилл, хотелось бы все-таки от таких проблем мелкобытовых уйти к политическим. Политика всегда затрагивает интересы больших групп людей. Вам вот такой вопрос. Существует так называемый великий китайский фаерволл. То есть Китай из крупных государств, таких крупных держав, наверное, характеризуется наиболее высоким степенью контроля интернета. Как на ваш взгляд, какие есть плюсы такого жесткого регулирования государством, что там ни Фейсбука, ни Твиттера, ни мессенджеров все это запрещено, и нужно там исхитряться, чтобы туда выйти. Какие плюсы это, какие минусы, и можем ли мы в России, на ваш взгляд, использовать какие-то элементы вот этого великого китайского фаерволла? — Спасибо за вопрос. Да, я знаю эту систему, он по-другому еще называется «Золотой щит». В Китае пользуются такой программой, как VPN, которая помогает обходить данные запреты на эти сайты. То есть у них все равно есть возможность заходить на любой сайт, с помощью которых теперь VPN и зарабатывают. Поэтому вводить в Россию, я думаю, пока это рано, тем более у нас хакеры более развитые, и этого тяжело будет запретить в России, настолько серьезно. И в Китае во многом те, кому запрещают, они переезжают в другую страну, где могут также пользоваться любыми сайтами. Также, например, в Северной Корее, где запрещено в принципе пользоваться… В Северной или Южной? В Северной. В Северной запрещено пользоваться в принципе интернетом. Большая часть населения переезжает в другую страну, становится беженцами и пользуется интернетом уже там… — Оттуда просто так. — Благодарим вас, Аль. — Во многом, да. — Миктор Владимирович, есть ли комментарий? — Ну, да, действительно, в Северной Корее просто так не выйдешь. Вход рубль, выход два. Ну, да, идея понятна. Ладно, Кирилл, спасибо большое. — Аплодисменты Кириллу. Мы переходим к раунду вопросов к Алине. Да, Анна. — Добрый день. Если до 18 лет семья может повлиять на детей, то кто после 18 лет будет воздействовать на молодежь и подрастающее поколение, так скажем? — Спасибо за вопрос. Как я уже раньше говорила, семья — это всегда главенствующее формирование личности. Дальше, после 18, это должны быть молодежные, общественные, студенческие организации. И в том числе, как лично считаю я, это школа жизни «Армия». Ведь там научат не только мыть полы, стирать, но очень важна строевая, спортивная подготовка парней. — А девушкам как в этом случае быть? В Израиле? — Нет. — В Израиле. — Да, вот, спасибо. — Важна, да, спортивная подготовка. И их день контролируем, он прописан, есть чёткий график их дня. Следующий вопрос. Ленар. — Ты очень много говорила о семье, о морально-этических нормах. Хотелось бы спросить тебя о политике. Как ты думаешь, благодаря социальным сетям сейчас в России возможно вот так называемая цветная революция, как это было, например, во многих странах? Или же пока мы к этому не готовы, ещё и социальные сети не играют в нашей жизни такой большой роли? Спасибо. — Спасибо за вопрос. Да, социальные сети играют большую роль в нашей жизни. Они нам помогают во многом. В основном, да, если затрагивать интернет, много информации можно там найти. И да, в политике они нам, в принципе, также помогают. Они нам рассказывают, показывают. — Но всё-таки цветные революции, я хочу вас сакцентировать ваше внимание, ведь вопрос был про них. Защищены ли мы сейчас от этого, да? То есть, каким образом? Да, может быть, вы ответите на вопрос. — Вот. Интернет очень убыстряет, и там сидит молодёжь. Естественно, цветы революции возможны. Но наш главнокомандующий Путин сделал всё, чтобы этого не было. Так что я не думаю, что они будут. — Хорошо, Юрий, вы тоже хотите прокомментировать? — Хотелось бы тоже добавить. То есть, опять же, палка о двух концах. Последние все выступления, которые у нас были в стране, болотные или вот последнее воскресенье, когда было, это всё было организовано через соцсети, собственно. Вот. Для того, чтобы это бороться, соответственно, возможно создать антитренд просто и так же использовать, как и наши оппоненты, этот инструмент просто в своих целях. Я считаю так. — Алина, можно вопрос? — Комментарий, вопрос. — Да, вопрос. — Вопрос, да. Но к Алине всё-таки вопросы задают. — К Алине, Калине. — К Алине хочу задать. Алина, вот по аналогичной фразе, известной, у нас же есть «казнить нельзя помиловать». Вот скажите, как вы поставили точки фразе «разрешить нельзя запретить» вот в этом случае? Спасибо. — Спасибо за вопрос. Ну, наверное, я отвечу такой же фразой, известной, что «запретный плод сладок». И запретить молодёжи сидеть в интернете всё-таки невозможно. Но здесь остаётся всё-таки роль семьи, что она должна контролировать ребёнка и знать, с кем он общается, как и где. Аплодисменты Алине. Мы переходим к вопросам для Юрия. Да, вопрос был? Можно? Так, не всегда родители понимают вред соцсетей. И, ну, сидит вроде ребёнок, никому не мешает. Главное, вот он рядом, не бегает, никуда не уходит. Какие социальные программы могут быть реализованы для объяснения родителям вреда соцсетей и помощи им в выводе ребёнка из зависимости от соцсетей? Спасибо за вопрос. Но вообще, как бы, я считаю, что основополагающим воспитательным фактором должно выступать среднее, высшее образование. В вашем вопросе конкретно имеются в виду дети. Поэтому, в первую очередь, это школа, то есть воспитательные функции школы. В моё время, когда я учился, у меня был замечательный классный руководитель, который был в курсе всех дел, что происходило вообще внутри нашего класса, и не только за пределами. Она всегда выявляла всё, что происходит, всё негативные факторы, и, кстати, проводилась беседа, либо направлялась беседа, в том числе и с родителями. Это одно из направлений. Вообще, нужен здесь, конечно, многофакторный подход. То есть, работа с семьёй, работа с самим ребёнком, возможно, психологическая помощь, в том числе консультация. Благодарим вас. А есть ли ещё вопросы? Здравствуйте, Юрий. Вопрос такой. В 2011-2012 годах в странах Арабского Востока произошли революции, которые назывались Арабская весна. И на примере Египта во время начала самой революции правительство запретило доступ в Facebook, ВКонтакт и прочие социальные сети. И как вы думаете, с чем это было связано? Как я уже говорил в своём комментарии, коллеги задавали, то есть большинство подобных революций как раз проводилось именно через социальные сети. Там организовывались группы, целые цепочки, это как партизанский отряд, то есть во время Второй мировой войны было, то есть примерно так же функционировало. И у каждого стояла своя определённая задача, то есть вовлекались люди, и там же раздавались цели и задачи, которые должны были выполнить эти группы, собственно, во время вот этого цветной революции. Ну, соответственно, когда их заблокировали, то управлять такими людьми стало гораздо тяжелее. Это логично, я считаю. Можно давать маленький комментарий насчёт Египта, но большая дискуссия была в политологии по поводу вот этого кейса именно, и в принципе пришли к меню к политологии, что роль Твиттера преоценена, потому что даже когда заблокировали, всё равно люди знали, что на площади, как она там называлась, в Каире происходят движения, и гораздо большее значение имело движение братьев-мусульман, и их мобилизационный потенциал, их сторонников, нежели чем инструментарий, потому что люди, в принципе, с друг другом общались и как бы без соцсетей. Хотя понятно, что не просто так заблокировали, они всё равно там принимали участие. Уважаемые эксперты, уважаемый зал, да, Антон, у вас вопрос. У меня к Антон, вопрос следующий. Действующее российское законодательство предусматривает лишение дееспособности, ограничение дееспособности для людей, страдающих алкоголизмом, наркоманией. Должны ли быть подобные ограничения для людей, страдающих зависимостью к соцсетям? Если да, то какие критерии? И как определить эту зависимость? Да, как определить. Мне кажется, хороший вопрос. Хороший вопрос. Вообще, это вопрос дискуссионный. Я считаю, тут необходимо привлекать и общественность, и государство для определения этих критериев, и юристов в том числе. Вообще, да, действительно, проблема очень существенная. Действительно, существенная зависимость. Как я уже сказал в своём выступлении, это приравнивается к минимуму как к алкоголизму или курению. Вот сколько минут — это зависимость? Давайте так. По статистике, где-то в день школьник проводит где-то порядка двух часов в интернете. То есть свыше этого это уже получается деструктивно накладывается на человека, как же сказать это, в общем, влияет деструктивно. Да, то есть человек начинает уже относиться как-то поверхностно к информации, то есть какая координация нарушается и прочее. То есть больше, чем два часа — это зависимость? Да, это уже перебор. То есть если где-то час в среднем, это более-менее ещё нормально считается. Больше — это уже перебор. Благодарим вас. Это ваша точка зрения, уважаемые эксперты. Март Мансурович, у вас, может быть, вопросы есть к ребятам? У меня вопрос к задающему, последний вопрос к задавшему. А согласно какого законодательства люди, страдающие алкоголизмом, наркоманией, у нас лишены дееспособности? Согласно Гражданскому кодексу Российской Федерации, заинтересованы лица, в том числе семья, может через суд попросить ограничение дееспособности и также лишение дееспособности в зависимости от степени заболевания для лица, страдающего наркоманией, алкоголизмом. Это предусмотрено общей частью Гражданского кодекса. Психические заболевания, я знаю. Благодарим вас. Есть ли ещё вопросы к ребятам? Вопрос в формате БЛИЦ или кому-то персонально можно задать вопрос? Хорошо, таким образом мы завершаем этот раунд. Ваши аплодисменты спикера. Мы провожаем ребят занять свои места в зале и переходим к этапу голосования и оценки выступлений. Прошу вас, займите места в зрительном зале. Уважаемые эксперты, спикеры, прошу вас оценить выступление от нуля до пяти баллов. Мы оцениваем выступление, мы оцениваем то, как ребята отвечали на вопросы, каким образом они сегодня были в игре, каким образом были представлены. Сегодня мы сыграли первый раунд. Тема первого раунда была влияние социальных сетей на психоэмоциональное состояние молодёжи. Уважаемые эксперты, прошу вас, ваши оценки. Первым выступала команда Минтимер и Ильнур Гарипов. Ваши оценки для Ильнура. 4-4-4-4-4, три четвёрки. Второй была команда USB Кирилл Шабалин. Представлял свои тезисы и позиции. Ваши оценки для Кирилла, прошу вас. 4-5-4-5-4. Третья была Алина Гартви, команда 5-0. 5-4-4-4, одна пятёрка, три четвёрки. И завершал раунд Юрий Черкасов. Ваши оценки для Юрия. 4-4-5-4. А сейчас время для голосования зрительного зала. У вас есть возможность повлиять на результаты. Первым выступал Ильнур Гарипов. Ваши оценки для Ильнура, прошу вас. Ребята голосуют интересным символом лайк или дизлайк. Если нравится, они поднимают зелёную сторону. Если не нравится, то они поднимают красную карточку. Вторым выступал Кирилл Шабалин. Ваши оценки для Кирилла. Напоминаю, что могут голосовать только те, чьи команды не были представлены в этом раунде. Отлично. Голоса учтены. Третья была Алина Гартвик. Она представляла команду 5-0. Могут голосовать только те, чьи команды не были представлены в этом раунде. И завершал раунд Юрий Черкасов. Ваши оценки для Юрия, прошу вас. Отлично. Спасибо. Благодарим вас. Итак, тема второго раунда звучит следующим образом. Второй раунд мы сыграем на тему «Экологические проблемы современности». За и против мы поговорим и выстроим наши аргументы. Стоит ли строить мусороперерабатывающие заводы? Это зло или благо? Ведь рядом с республикой в республике планируется постройка такого завода. И сортировка мусора. Каким образом в этом мы видим свои перспективы решения экологических проблем? Каким образом стоит воспитать экологическую культуру современного поколения и современной молодежи? Итак, мы готовы? Отлично. Начинаем второй раунд. Второй раунд мы сыграем по обозначенной теме. Представляю вам спикеров, которые сыграют во втором раунде. Первым выступит команда «Алгани» и «Яши Рафиев». Ваши аплодисменты. Второй будет Анастасия Филимонова. Команда «Алтентив». Третий будет «Наиля Садыкова». И завершать будет раунд «Рустем Рахимов». Ваши аплодисменты. По итогам первого и второго раунда мы выберем победителей, которые сыграют в раунде финала. По двое человек из каждого раунда. И мы сразимся в третьем раунде по третьей теме, которая будет звучать следующим образом, посвященная профилактике экстремизма и терроризма в молодежной среде. И сейчас мы сыграем тему, посвященную экологии. Итак, у спикеров есть до одной минуты на формулировку позиций. Далее статуют раунд вопросов каждому из спикеров и процедура голосования. Итак, начинаем. Неяс, у вас есть одна минута. Добрый день. Об актуальности мировых проблем можно говорить часами. Но лучше обратить внимание на ту проблему, которая является и глобальной, и касается каждого казанца. В Казани планируется строительство мусоросжигающего завода. И мы, общественность, сильно обеспокоены о возможном вреде продуктов горения мусора. Хочу отметить то, что мировая технология переработки мусора прошла через три последовательных этапа. Первый — это захоронение мусора, которое применяется в 97% случаев в России, сжигание и сортировка. Поэтому сейчас нужно делать не ангажированные выводы, а системно подходить к решению данного вопроса. По мировому опыту сжигание и сортировка применяются совместно. То есть сначала часть мусора сортируется, затем часть отправляется на вторичную переработку, а часть уже сжигается. Этот опыт применяется в Швеции, и у них настолько эффективно введена данная система, что их мусоросжигающим заводам не хватает мусора из страны, и они вывозят его из дни. Для того, чтобы решить эту проблему в Казани, нужно, эффективно привлекая государственные и частные ресурсы, полномерно и терпеливо внедрять раздельный сбор, безопасное сжигание и эффективное вторичное использование. Спасибо. Благодарим вас. Аплодисменты. Следующий выступает Анастасия. У вас есть одна минута. Добрый день. Людям почему-то нравится сваливать мусор в те места, где еще сохранилась природа. Сегодня мы говорим об экологии, и я считаю, что в первую очередь нужно сказать о культуре нашего общества. Все мы хотим жить в чистых городах, дышать свежим воздухом, но для меня кажется очень абсурдной ситуацией, когда люди сваливают большие кучи мусора в те места, где свалка мусора запрещена. Проблем экологии много, и именно год экологии сейчас поможет сплотить вместе и власть, и общество, чтобы решать эти проблемы. Я за то, чтобы создавались мусороперерабатывающие заводы, но не просто так, а с правильным подходом. Многие заводы сейчас просто трамбуют мусор, а ведь можно перерабатывать его во вторичное сырье. Также у мусороперерабатывающих заводов есть много проблем, связанных с сортировкой мусора. Я считаю, что сортировка должна осуществляться не только посредственно на самом заводе, а должна быть и в домах, и в квартирах у людей, или даже на улице. Поэтому будущее чистой страны в наших руках. У меня все, спасибо. Благодарим вас за четкое исследование регламенту. Ниля, у вас есть одна минута. Переработка отходов — актуальная проблема современности. Если раньше, выкидывая мусор, мы не задумывались о том, что же будет дальше, то сейчас вид растущих свалок ни у кого не вызывает одобрения. Так что же делать дальше? Мы считаем, что мусороперерабатывающие и мусоросжигающие заводы помогут решить сложившуюся ситуацию. При этом следует помнить, что, во-первых, постройка одного мусоросжигающего завода — это десятки миллиардов рублей. Следовательно, рентабельность завода должна быть высокой. Во-вторых, нужно организовывать предварительную сортировку мусора, а именно внедрять это в жизнь через установку урн, которые предназначены для различных бытовых отходов. В-третьих, при выборе места строительства завода должно учитываться мнение населения. Переработка мусора ни в коем случае не должна наносить вред здоровью людей. Итак, полигоны захоронения растут, а выход только один — переработка мусора. Не стоит бояться новшеств, а следует внедрять их, сообща в жизнь. Благодарим вас, аплодисменты. Итак, Рустам, у вас есть одна минута. Изложите вашу точку зрения. Здравствуйте, уважаемые участники, уважаемые члены жюри. Да, сегодня очень интересная тема, это действительно экологические проблемы. И мы рассматриваем сегодня один самый важный аспект — это решение мусора, его сортировка, переработка. По статистике у нас существует следующая картина. На самом деле отходов образуется 5,6 миллиардов тонн. Если сравнить эту цифру с десятилетиями, то может получиться 90 тонн. То есть на каждого человека. И получается, что мы практически все живем возле мусора. И как решить на самом деле эту проблему? Проблема действительно большая. Предлагаю все-таки перейти из системы мусорной в зеленую экономику. Значит, у нас человечество перешло в новую эпоху, в новую, скажем так, геологическую эру антропоцен. И поэтому строить или не строить мусороперерабатывающие заводы, я думаю, что нужно строить. Но нужно не только строить, а превращать первоначальное сырье в товарную продукцию. Благодарим вас. Аплодисменты. На этом мы завершили второй раунд, посвященный экологии, раунд представления позиций. И сейчас у каждого из участников будет возможность ответить на вопросы. Вопросы экспертов и вопросы зрителей. Итак, команды, в первую очередь вам. Ленара. Хотелось бы вопрос Блиц, просто услышать ваше мнение. Что вы думаете? Вы очень много в своих выступлениях предложили решений по экологическим проблемам. Но хотелось бы немножко в другом ракурсе рассмотреть эту проблему. Что вы думаете о том, чтобы бороться не с последствиями проблемы, а с непосредственно самой причиной? То есть нужно меньше производить. Как говорил Мишель Фуко, мы живем в обществе потребления. Если мы будем меньше производить, то и меньше потом нужно будет выбрасывать и сжигать. И, может быть, проблема будет решена. Что вы думаете по этому поводу? Вопрос Блиц. Ниес. Спасибо за вопрос. Честно говоря, учитывая все развитие в течение 20 века и текущие годы 21 века, мне кажется, что переход от системы потребления, от общества потребления к какой-то другой, является утопией. И на данный момент это трудно реализуемо и, наверное, не очень эффективно думать об этом. Но в качестве идеи, я думаю, это как тренд в перспективе 200 лет в будущем можно рассмотреть. Спасибо. Анастасия. Я считаю, что на данный момент это сделать очень трудно, потому что очень много заводов все больше и больше производит различных упаковок, потому что появляется все больше продукта на полках магазинов и всего подобного. Поэтому, наверное, сейчас это реализовательно нереально. Утопия. Наиля. Я считаю, что потреблять меньше мы, к сожалению, не сможем, но можно сделать так, что мы будем реализовывать такую упаковку, которая будет экологичная. То есть ее будет легче намного перерабатывать. И получается, что производить мы будем больше, а упаковку мы сможем перерабатывать. И, следовательно, можем производить много. Как-то так. Ваша позиция. Я считаю, что, конечно, здесь необходим целый комплекс. Но прежде всего хотел бы сказать, что, на мой взгляд, мусор нужно сортировать. Вот как происходит система в Германии. У них есть контейнеры. Здесь, значит, написано картон. Там написаны какие-то бытовые отходы, электроника и так далее. Но, конечно, пока, мне кажется, это очень сложный такой процесс. Почему? Потому что наш менталитет пока не готов к этому процессу. И поэтому, конечно, я считаю, что постройка мусороперерабатывающего завода и перерабатывать эту продукцию, вторичную сырье, я думаю, что это выход из этой сложной ситуации. Благодарим вас. Есть ли еще вопросы к НИЯЗу? Да. У меня вопрос Блиц. Меня зовут Розель. У меня такой вопрос. Изучали ли вы экологические проблемы в селах? Вы все говорили только про города, и все. Каким образом можно ли организовать сортировку мусора на селе? То есть каким образом? Или, например, какие проблемы сталкиваются сельские поселения в области экологии? С какими проблемами? НИЯЗ. Спасибо большое за вопрос. Нужно отличать мусор, который образуется в городе, от того мусора, который образуется в селах. И, следовательно, способы, во-первых, сбора и его сортировки, если, конечно, это будет обосновано, должны отличаться все-таки от городских. Я еще знаю то, что в селах очень большая проблема бывает из-за каких-то животноводческих комплексов, которые тоже производят соответствующие органические отходы. Вот. И эти отходы нужно просто пускать в удобрения и как-то их реализовывать, чтобы они использовались вторично и приносили уже пользу. Вот. Спасибо. Анастасия. Я считаю, что в селах не все так плохо. И я думаю, что города, которые, точнее, села, которые находятся рядом с городами, в городе эта система налаженная. И в любом случае машины для того, чтобы увезти мусор из села, они приезжают, все это делают. И они складываются где-то огромными горами, там, я не знаю, в каком-то краю села. Я думаю, что это все делается на самом деле, и все работает. Ну, Илья. Как я понимаю, говорится о животноводческих отходах, да? Ну, просто если, например, приезжать в некоторые деревня, мы можем увидеть, что там вот находятся животноводческие отходы, и их не перерабатывают. В принципе, их можно перерабатывать, и тогда бы, наверное, мы бы могли сказать, что да, это эффективно работает в селах, но пока что, на мой взгляд, это не совсем эффективно. Ваша позиция? Я считаю, что вообще, конечно, на мой взгляд, нужно вводить систему экоуправления. У нас ее вообще нет. Везде вот свалки, свалки, какие-то свалки. Понятное дело, что село... Как же Министерство экологии, Министерство лесного хозяйства? Министерство, понятно, но вот именно в поселениях нет такого органа. Каким образом вы видите это? Ну, вот у нас в Татарстане есть народный контроль, да? Если мы видим нестанкционированную свалку, мы можем сфотографировать и отправиться, правильно? У нас, к сожалению, в селах это не выработано. Вот если вертикаль власти, значит, вот отдельный экологический какой-то, может быть, комплекс или управление в целом, поселение открыть, Я думаю, что вот за счет вывоза и внедрения системы чистого села, если будет такая сделана программа, мы можем на процентов хотя бы 30 минимизировать эту большую проблему. Раиль, у вас был вопрос? Можно очень гордко сиять? Все-таки вот у нас планируется, и, ну, я думаю, это будет с 1 января, вот с Нового года, раздельный сбор мусора в Татарстане. Вот, во-первых, каждый из вас как к этому относится, и сейчас делает ли это, и что нужно делать, вот самый главный вопрос, как поменять менталитет вот людей, чтобы они раздельный сбором вот мусора занимались, то есть чтобы было дома у них так. Вот как им внушить это, как им это объяснить, потому что это будет очень сложно в данный момент. Я очень часто бываю в Меге, вот, и там часто пью кофе, и если вы знаете, в Меге установлены контейнеры с тремя секциями для мусора, и я после того, как, собственно, допиваю кофе, всегда разделяю пластиковую крышку от бумажного стаканчика и кидаю в разные контейнеры. Для меня вот это как бы важно, для меня это не трудно, но для меня были созданы условия. Я слышал об этой инициативе, да, я очень рад, что в Татарстане это будет вводиться, и я считаю... Второй вопрос. Как менталитет людей поменять? Вот дома, чтобы он собирал? Что делать? Вы знаете, дома на самом деле трудно собирать, возможно, нужно попробовать в Татарстане запуск мусорных ведер для дома с тремя секциями. То есть в Меге это как бы запустили, почему бы не сделать домашний, скажем так, вариант. Интересное предложение. Анастасия, я считаю так, что нужно просто сделать, наверное, это модой, потому что людям будет интересно, если будет на улице стоять три мусорки, и ты просто подойдешь такой, о, здорово, вот здесь бумага, а здесь пластик, и выкинешь туда, потому что это интересно. Например, дома я уже поставила себе три ведра после того, как изучала эту тему. Сейчас постараюсь, например, разделять мусор сама. Начну с себя. Спасибо. Наиля. Я думаю, что да, мы должны все это делать раздельно, и в принципе, мне кажется, это не так сложно дома каждому поставить урну и складывать туда в один контейнер бумагу, в другой контейнер, я не знаю, пластик и так далее. Это надо начинать именно с семьи. Именно в семье это должно прививаться с маленького возраста, на мой взгляд. И тогда все будет хорошо. То есть сейчас у нас подрастает поколение. Даже мы, как будущие родители, мы уже должны понимать, что мы должны прививать это своему ребенку. И только тогда мы сможем добиться каких-то определенных результатов, на мой взгляд. Ростел. По поводу сортировки, да, это важный и очень нужный элемент. Значит, я вообще думаю, что нужно вводить предмет экологии в школах в любом случае. Вот, конечно, сейчас мне многие скажут, школы и так перегружены, да, и так перегружены. Но без этого никак. Это никакое не буржуазное течение. Экология — это самый важный компонент, потому что природа наша задыхается. Конечно, нужно обязательно делить контейнеры, пропагандировать нужно обязательно через средства массовой информации. Какие-то передачи, какие-то, в общем-то, программы должны быть. И я думаю, потихоньку-потихоньку все равно народ как бы осознает, что экология очень важна, и перестроится на эту концепцию. Благодарим вас. Итак, предлагаю перейти к вопросам для Анастасии. Уважаемые эксперты, если у вас вопросы, уважаемый зал. Да. Настя, ну, вообще, очень много говорилось о менталитете, о культуре, но, в принципе, в науке, в социологии, да и в политологии, когда изучали политическую культуру разных государств, довольно точно установлено, что люди начинают задуматься о проблемах окружающей среды, когда у них очень высокий уровень жизни. То есть, если мы посмотрим страны, где есть политические партии, которые называются зеленые, да, в парламенте, депутаты, то это очень развитые страны, Германия, Голландия и так далее. А в других странах таких партий, они существуют, например, в парламент они не проходят, хотя там, ну, много партийность, да, и так далее. Как вы считаете, можем ли мы в России как-то переступить через вот эту закономерность, что только лишь благополучные страны, очень богатые, где решены материальные вопросы, где люди не думают о жилье, о работе, о зарплате, когда уже все решено, они начинают думать вот об этих проблемах защиты животных, да, окружающей среды и т.д. и т.п. Как бы нам, какими средствами нам переступить через эту зависимость, да, и выйти на более вот этот высокий уровень самосознания? То есть, есть конкретные механизмы какие-то? Ну, кроме того, что вот уже было названо. Ну, так, на интернете поменять сложно и вообще, наверное, это невозможно. И, например, в этой же Германии, в Японии, я знаю, там разделяют мусор, к этому шли очень долго, там, 20 лет, 30 лет в каких-то странах. И сейчас у нас это очень сложно представить, но, с другой стороны, наверное, здесь нужно проводить какие-то, даже, ну, на законодательном уровне, наверное, это сложно сделать, но, в любом случае, если власть будет как-то этому способствовать, то и народ будет заинтересован заниматься этим всем, экологией, потому что, ну, сейчас вот год экологии. И, наверное, это привлечет внимание, если будет больше проектов, на которых будет рассказываться, что это полезно, в будущем, если не будет столько мусора, то мы будем жить лучше. Ну, наверное, только так могу ответить на этот вопрос. Да, Дильбар. Женский вопрос. Вы сегодня в зеленом, и это, наверное, такой психологически правильный прием с вашей стороны. А вот расскажите мне, что вы делаете с одеждой своей лично и в быту, чтобы обезопасить, ну, или уберечь нашу природу и экологию? Убрасывая вещи для меня, ну, вот, в общем, что вы делаете? Делаете ли вы что-то с… Утилизируете, да, если конкретизировать, или нет? Вообще задаетесь ли этим вопросом? На самом деле я не задавалась этим вопросом, но скажу так, что, как бы, да, я имею очень много вещей, и, как бы, по сути, я никогда их не выкидываю, я отдаю их там дальше младшим сестрам, братьям, там, например, или я отдаю куда-то в детские дома, и, по сути, получается, они дальше переходят по поколениям, и природе никакой вред не наносят, ну, как бы так могу сказать. Там я дальше не знаю, куда они уходят. Круговорот одежды в природе. Уважаемый эксперт, уважаемый зал, да. Так, у меня такой вопрос. Сейчас в Казани вообще существуют мусороперерабатывающие и утилизирующие какие-нибудь предприятия? Перерабатывающие не существуют, но я знаю, что в 2019 году собирается создавать проект «Чистая страна», точнее, он уже создан, и будет построено 4 завода, по-моему, на территории Подмосковья, и один завод мусоросжигающий будет построен на территории Татарстана. Мусоросжигающий, да, у нас есть перерабатывающий тоже. У нас есть Казани. Я и говорю, что они есть, как бы все. Я ответила. То есть они у нас есть, у нас проблемы с сортировкой. Да. Марат Мансурович, прошу вас. Да, вот здесь много говорили о менталитете нашего населения, о том, что его долго нужно приучать к сортировке мусора, что менталитет не готов, не созрел. Действительно ли вы все так считаете, что вот наше население не готово, и его трудно будет приучать, в силу разных причин, вот к сортировке мусора. Близ? Да. Спасибо. На самом деле я считаю то, что здесь вопрос не в менталитете, а в удобстве. То есть как раз это сложно делать в условиях дома. То есть тебе нужно вот именно очень большую площадь занять, тремя ведрами, как вот коллега рассказывал. И здесь основная проблема внедрения каких-то нововведений, то, что, собственно, людям, которым эти нововведения, скажем так, внедряются, им некомфортно их делать, а это неудобно, и из-за этого возникает сопротивление. Нам нужно сделать так, чтобы все наши нововведения были максимально приближены к текущему, скажем так, укладу, но при этом меняли его понемногу. И так в перспективе, я думаю, 10, 15, либо 20 лет, вот конкретно эта проблема может быть, скажем так, решена наилучшим образом. Я считаю, что людям просто нужно показывать все эти проблемы, которые есть. Нужно говорить о том, что если не будет сортировка мусора, через некоторое время мусора все будет больше, его будет сложнее перерабатывать. И, как я уже говорила, сделать моду, даже просто в городе, начать с города, с этой же улицы Баумана, на которой будут стоять такие мусорки. Да, и тогда, может быть, люди потянутся и захотят это делать. Неля. Если обратиться к опыту зарубежных стран и взять Германию, там не спрашивают, хочешь ли ты бросать в разные контейнеры мусор или нет. Там просто действует система штрафов. То есть людей, не спрашивают мнение людей, ты это должен сделать. Если ты это не сделал, тебе накладывают крупный штраф. И поэтому, если мы не можем, ну так сказать, доказать людям, что это нужно, то мы их можем заставить определенными санкциями. Рустем, ваша позиция? Здесь, конечно, единственный вариант, я вот еще раз повторюсь, это пропаганда, пропаганда через средства массовой информации, телевидение. Вы понимаете, в чем дело, человек, когда он подходит к мусорке, он увидит общие контейнеры, он уже не понимает. У него физиолог, русский физиолог Павлов, у нас открыл рефлексы. То есть он привык бросать все в одну урну. Конечно, я уже об этом говорил, если мы будем, как на Западе, все-таки сортировать по контейнерам, рано или поздно человек будет подходить, он увидит, ага, здесь у нас картон, дай-ка я брошу картон, да. Но это нужно человеку привыкнуть, понимаете, на уровне рефлекторном, на уровне подсознания. И пока этого не будет, мне кажется, этот процесс пока неизбежен. Неизбежен. Благодарим вас. Итак, уважаемые эксперты, есть ли у вас вопросы к Нейле? Да, следующий вопрос к Нейле. Можно? Да. Я тоже поддержу коллег, задам вопрос Блиц, если можно кратко. Да, это расширить дискуссию. Как ваша команда относится к вопросу о строительстве атомной электростанции Вятских Полянов в Татарстане? Вы за строительство АЭС или против строительства атомной электростанции в Татарстане? Ну, естественно, почему? Да, конечно. Два слова. Спасибо. Я считаю, что сейчас атомная энергетика достигла таких высот, что позволяет строить абсолютно безопасные объекты, которые могут обеспечивать электроэнергией большие поселения. И именно в той зоне атомная электростанция, то есть объект, который будет производить много электроэнергии, он экономически обоснован. Нам нужно не забывать о том, что там большое количество предприятий промышленных, их нужно поддерживать. И на данный момент это все осуществляется водными ресурсами, потому что там есть водохранилища. И водохранилища также имеют определенное влияние на экологию. И, возможно, здесь будет компенсация вреда от гидроэлектростанций, именно атомной станции. Анастасия. Я скажу так. Если будут созданы все условия для того, чтобы это было безопасно, это было полезно и ничему не угрожало окружающим людям, которые будут жить рядом с этой. атомной электростанции, то почему нет? Наиля. Мы думаем, что, во-первых, это должно быть экономически обоснованно, а во-вторых, безопасно. И, конечно же, должно учитываться мнение населения при постройке таких... То есть вы за или против? Ну, мы за, если это безопасно. Спасибо. Рустам. Я тоже присоединен к своим коллегам, я тоже за, если это эффективно, если это безопасно. Потому что мы все пришли к выводу, что без экологии у нашего населения, у наших граждан России нет будущего. Благодарим вас. А есть ли еще вопросы в формате БРИЦ? Предлагаю задать. Есть. Скажите мне, пожалуйста, сколько платят за один килограмм макулатуры? Вопрос со звездочкой? Да. Как вы думаете, или хотя бы? Если вы знаете, то ответьте. Если не знаете, как вы думаете, сколько? Если не ошибаюсь, в мои школьные годы, то есть я как бы честно скажу, в мои школьные годы платили порядка 5 рублей. На тот момент это были существенные деньги. То есть они соответствовали. Сейчас, если не ошибаюсь, ставка выше. Анастасия? Я тоже помню, что в школе мы платили не так много, мы всегда сдавали эту макулатуру. Но сейчас, я думаю, что порядка 70 рублей, может быть, больше. За килограмм? Ну, наверное, нет тогда. Еще раз, за килограмм. За килограмм, за один килограмм. А Ниля? Можно паспорт. Семь? Спасибо. Хорошо, спасибо. Дальше. Можно, наверное, анализироваться, но, наверное, это где-то примерно 8 рублей, я думаю, считаю. Спасибо. Так, кто больше? Я точно сказать не могу, потому что я не сдавал макулатуру. Макулатуру, единственное, могу сказать, что на работе мои, в общем-то, коллеги сдавали. Но там, по-моему, у них вышло, можно сказать, около где-то 20 килограмм. Вот, 20 килограмм. И они, если я не ошибаюсь, это где-то было тысячи три-четыре, вот так примерно. Вот так легко мы проверили, сдавали ли наши ребята бумагу, да? Зал. Кто знает, сколько за килограмм? Можно, да, так? Да, в микрофон. Можно мы так? В микрофон, да. Я уверен в той информации, что, допустим, арийский цивилозобумажный комбинат у оптовых пословщиков 7 рублей за килограмм принимает. Естественно, на пункте сбора где-то в городе будет, естественно, дешевле, поскольку они посредники. Да, Ильнур. Я сдавал, я знаю, у нас в Зеленодольске макулатура стоит 2,5 рубля, картон 4,5. Спасибо. Я сдавала буквально не так давно, цена действительно около 2,5, не более, вот я не нашла дороже 4 рублей. Второй вопрос, очень быстрый блиц. Мотивирует ли это людей сдавать бумагу? Ваши ответы? Нет, не мотивирует, но с другой стороны, может ли вторичное сырье стоить дороже? Анастасия? Нет, не мотивирует, наверное, надо что-то менять. Наиля? Мотивировать может только в том случае, если объемы большие, если объемы маленькие, конечно же, нет. Рустем? Да, это никак не мотивирует, конечно же, но есть люди, которые, я просто не буду называть, но я знаю их лично, они говорят, у меня накопилось столько-то бумаг, я обязательно их сдам. Но не сдают. Но не сдают, да, ну вот что поделать. Ну, это культура, мне кажется, население. Мы завершаем на этом последний вопрос, сейчас был, нам необходимо завершить раунд, проводить аплодисментами наших спикеров. Прошу вас в зрительный зал. А сейчас наступает процедура голосования. Уважаемые эксперты, сейчас вся ответственность ложится на вас. Вам необходимо оценить выступления и ответы на вопросы наших спикеров по пятибалльной шкале. От нуля до пяти баллов. Итак, прошу. Первым выступал Нияс Шарафиев. Ваши оценки. 4-5-5-5. Дальше была Анастасия Филимонова. Алтентим. 4-5-5-5. Далее была Наиля Садыкова. Команда G5. 4-5-4-4. И завершал раунд Рустам Рахимов. Команда Акулы Политики. 4-4-5-4. Уважаемые зрители, сейчас час голосования для вас. Напоминаю, что не могут голосовать те, чьи спикеры были сейчас в раунде, чтобы избежать предвзятого результата. Итак, ваши оценки для Нияза Шарафиева. Команда Алга. Дальше была Анастасия Филимонова. Команда Алтентим. Ваши голоса для Анастасии. Затем была Наиля Садыкова. Она была третьей. Команда G5. Завершал раунд Рустам Рахимов. Команда Акулы Политики. Благодарю вас. Пока идет подсчет голосов. Уважаемый эксперт, уважаемый Марат Мансурович. Вы сегодня впервые на площадке политических боев. Прошло два раунда. Расскажите ваши впечатления. Может быть, дайте напутственные слова ребятам перед раундом финала. Добрый день. Я не первый раз на площадке политических боев. Ну, по крайней мере, на нашей площадке. А на вашей площадке, да, впервые. Ваш политический опыт. Вы участвовали во многих ток-шоу. Не успел окунуться, но мне интересно, мне интересно мнение ребят, которые выступают со своими мнениями, со своими взглядами на те или иные проблемы и события и на пути их решения. Очень актуальные вопросы вы тут обсуждаете. Я вот по соцсетям, к сожалению, не сначала услышал, но, тем не менее, это очень актуальный сегодня вопрос. И вопросы экологии даже, может, еще и больше. Я считаю, что эти бои очень нужны и эффективны, потому что они позволяют четче вырабатывать свое мнение, выражать свое мнение, убеждать своих конкурентов, соперников или аудиторию в своих этих аргументах. Поэтому в жизни это все пригодится. Ну, а мне просто интересно, как вот к тем или иным вопросам ребята относятся. Вот, в частности, по менталитету я задал вопрос, я свое мнение скажу. Я не считаю, что менталитет нашего населения такой уж дремучий, что он не разберется, что вот если поставит разные ведра или там урны, он сразу поймет и начнет все складывать как надо. И беречь экологию. Здесь, я считаю, первое слово должно быть за властью. То есть нужно создать условия. Если мы отсюда выйдем из аудитории и везде увидим, что вот уже приготовленные везде условия и во дворах, и возле учебных зданий там и так далее, и так далее, отдельный сбор мусора, то я убежден, что не 10-20 лет надо, а год-три, и население у нас к этому очень быстро перейдет. То есть, поэтому нужно очень активно. Власть много говорит об этом, но, к сожалению, мало пока делает. Сделает, и быстро народ, он сам разберется, что хорошо, что плохо. Он перейдет на рельсы. Поддержим аплодисментами. Итак, у нас есть итоги первого и второго раунда. В раунде финала, в третьем раунде сразятся следующие игроки. Команда USB Кирилл Шабалин. И аплодисменты. И команда 5-0 Гартвик Алина. Также по итогам второго раунда сразятся в раунде финала. Шарафиев Нияз, команда Алга. Прошу вас за трибуну к политическому барьеру. И Филимонович Ванастасия, команда Alt-in Team. Прошу вас, Анастасия. Итак, мы начинаем третий раунд. Третий раунд будет посвящен очень злободневной и актуальной теме. Каков ответ молодежи экстремистским проявлениям, проявлением ксенофобии, проявлением нетерпимости сегодня? Как предотвратить то, чтобы молодежь была вовлечена в экстремистские движения? Как уберечь молодежь от этих явлений? И какова позиция молодежи, ваша позиция сейчас по этому вопросу? Кирилл, минута. Да, главный вопрос. Как уберечь молодежь? Я считаю, это пять основных направлений. Первое. Это вовлечение молодежи в здоровые общественные организации, такие как в Республике Тарстан, полизавод, Академия творческой молодежи, трудовые отряды, поисковые отряды и так далее. Второе. Это пропаганда здорового образа жизни и занятия спортом. Третье. Это пропаганда вечных нравственных ценностей, которые есть в каждой религии, в исламе, в христианстве и так далее. Четвертое. Это патриотизм, патриотическое воспитание. Это фильмы, беседы с ветеранами, разные акции. Например, такая всем известная акция «Бессмертный пол», которая проходит 9 мая. И пятое, и самое основное, это семья, воспитание в семье. В семье должно контролироваться полностью, что происходит с ребенком. Спасибо. По статистике, до 80% участников экстремистских и террористических группировок это молодые люди в возрасте от 18 до 20 лет. Откуда же берется эта злоба, жестокость и жажда к бессмысленным разрушениям? И кто, как не родители, должны знать, как и от чего уберечь своих детей? А общество и государство должно им в этом помогать. Пускание этого процесса на самотек приведет к разрушению личности, общечеловеческих принципов и в конечном итоге общества в целом. Каков должен быть ответ молодежи? Это желание быть полезным обществу, оставить свой след в истории Родины. Ведь каждый человек рано или поздно задает себе вопрос, для чего он пришел в этот мир. Спасибо. Благодарим вас. Аплодисменты. Ниас. Весна 1982 года. Утром одного дня 15 человек с монтажками делают забег по танкодрому. 2005 год. Соседский сын 20 лет отошел от коллектива и за это провел 3 недели в лицевой хирургии. 2012 год. Знакомый знакомый по слухам был завербован и воевал в Сирии. И 2016 год. Все слышали про группы смерти. Мы люди живем в коллективах больших и маленьких, открытых и закрытых. И чем меньше и закрытие коллектив, тем его сильнее влияние на человека. Страшные вещи происходят, когда ребенок не находит для себя какого-то коллектива, и тогда другой коллектив найдет его. Эта проблема, проблема идентификации индивида, является вызовом для общественности, и мы должны ему противостоять. И одним патриотизмом тут не отмашешься. Я не знаю стратегического решения, как спасти всех наших школьников, но я считаю, если их обучать в школе шахматом, основом финансовой грамотности, и, возможно, каким-то бытовым навыком, типа плотницкого дела, то мы поможем им влиться быстрее в трудовую жизнь и убережем от неправильных коллективов. Благодарим вас. Аплодисменты. Анастасия, изложите свою позицию. В условиях сложившейся геополитической ситуации, мы сталкиваемся с появлением экстремистских и националистических группировок. И именно молодежь — самая поврежденная аудитория для всех этих группировок. Молодежным сознанием легко управлять, поэтому задача нашей власти и общества — предотвратить эти последствия. Нужно проводить в школах специальные уроки, в университетах пары и рассказывать об этих экстремистских организациях, говорить о том, какие могут после этого быть последствия, чтобы молодежь была меньше подвержена влиянию. Надо больше говорить об этих организациях. Также важна роль родителей в воспитательном процессе и обеспечения благополучной социальной среды подростка. Нужно обращать внимание детей из неблагополучных семей, на детей, которые сильно замкнуты или находятся в депрессии. Чаще всего они больше подвержены влиянию таких организаций. Также молодежи нужно предлагать программы, полностью противоположенные экстремистским. Общественные организации, которые вызывают патриотизм, лидер состремлением к самосовершенствованию. И школьников привлекать в различные кружки, спортивные секции, чтобы они меньше сидели в интернете и были подвержены этому влиянию. Благодарим вас. Аплодисменты. На этом мы завершили раунд представления оппозиции. В раунде финала мы всегда предлагаем спикерам задать вопросы друг другу либо в формате БЛИЦ, либо в формате персонального вопроса кому-либо. Итак, мы начнем с Кирилла. Кирилл, у вас есть возможность либо БЛИЦ коллегам, либо персональный вопрос. Давайте БЛИЦ. В школах существуют уроки ОБЖ, которые направлены на патриотизм, на военное дело. Какие еще методы влияния можно прибегнуть в школе для изучения этой проблемы? Алина, прошу. Я считаю, что здесь нужно еще подключать психологов, чтобы на уровне уже психологического общения с специальным специализированным человеком они выявляли данные наклонности у школьников. Yes. Спасибо большое. Я говорил, что нужно попробовать внедрить в школу шахматы как академический урок. Это позволит в детях воспитывать, во-первых, стратегическое мышление, но и при этом какие-то критические свойства, качества, чтобы можно было как-то отсеивать информацию либо еще что-то. Помимо этого, мне кажется, эффективнее будет не психолога одного на школу внедрить, а проводить обучение для учителей, чтобы у них развивались навыки общения с коллективами и чтобы они смотрели, какие дети могут быть проблемными, именно психологические курсы для учителей. Спасибо. Благодарим вас. Анастасия. Многие экстремистские организации используют в своих действиях интернет и привлекают молодежь через интернет. Поэтому я считаю, что, например, в университетах, в школах нужно проводить специальные классные часы, на которых бы рассказывалась вот такая-то организация, она занимается такой-то деятельностью, чтобы дети были предупреждены заранее, а не когда им написали в интернете и не знали, что это такое. А может быть, это будет наоборот реклама этих организаций, ведь они о них не знали и, слава богу, жили себе спокойно. Нет, просто когда они, например, сталкиваются в интернете, им кто-то пишет, они видят и не знают, что это такое, и многие ведутся на какие-то деньги, на религию или еще что-то подобное. Поэтому я не говорю, что это говорить каждую неделю, но хотя бы иногда, когда в условиях вот таких уже, когда можно об этом сказать, то я считаю, это нужно. Хорошо. Алина, у вас есть возможность либо БЛИЦ, либо вопрос персонально. БЛИЦ. Какие меры предотвращения вхождения молодежи в экстремистские террористические группировки, деструктирующие группировки вы видите, и как они должны проводиться? Ну, вопрос опять об инструментах. Кирилл. Да, в принципе, в моей речи были как раз названы пять инструментов. Это вовлечение молодежи в общественные организации, пропаганда здорового образа жизни, работа в семье, патриотическое воспитание и также пропаганда вечных нравственных ценностей, которые есть в каждой религии. Ниес. Спасибо большое. Я считаю, я просто помню себя в детстве, мне в детстве было всегда скучно, я что-то находил новое, затем это мне становилось скучным, и я опять что-то находил. Вот, здесь, наверное, правильно было бы с точки зрения и образовательных учреждений, и государства выстроить какую-то систему, скажем так, заведений, в которых детям было бы интересно находиться, развиваться. То есть у каждого свои какие-то пожелания, интересы, да, и вот под эти интересы нам нужно сделать просто большую сеть объектов, которые будут закрывать все эти интересы детей, и мы их не потеряем. Анастасия? Все мы знаем, что дети очень много сидят в интернете, и там очень много непозитивного контента. Наверное, стоит как измер просто создавать позитивный контент, больше показывать общественные организации, где они могут чем-то заняться интересным, и показывать, получается, ну, отрицательную сторону этих организаций, и просто как-то развивать детей в другую сторону положительную. Благодарим вас. Не я, у вас есть шанс, либо блиц, либо персональный вопрос. Я в своей речи говорил то, что здесь, наверное, проблема не конкретно, скажем так, каждого ребенка, а проблема коллектива, в который он попадает. Как вы предлагаете решить проблему неправильных коллективов в России? Спасибо. Какой интересный, широкий вопрос, завуалированный. Ну, неправильно, я имею в виду, скажем так. По теме. Понятно, Кирилл. Спасибо. Честно говоря, не особо понял вопроса. Каким образом можно решить вопрос не на индивидуальном уровне, то есть работая с каждым персональным, там, с ребенком, там, с человеком, да, а вопрос подойти к нему на системном уровне, то есть есть деструктивные, там, группировки, есть экстремистские движения, да. Каким образом на системном или, может быть, государственном уровне, какие структуры должны заниматься этим? Если брать крупные, получается, это проводить всероссийские акции, вот даже ту же самую акцию, которую я произнес, «Бессмертный полк», она является очень полезной и пропагандирующей патриотизм, что является как раз антиэкстремистской, да, правильно, спасибо. Вот, и… Еще есть какие-то тетики. Да, еще добавлю. Поэтому нужно проводить акции, работать в школах полностью с классами, с школами, с общественными организациями. Это образование усилий, да, надзор в этом вопросе? Алина. Если рассматривать именно государство, то с точки зрения государства это правоохранительные органы должны этим заниматься, и специальные службы, именно эти группы. Анастасия. Я хотела бы сказать о том, что, наверное, нужно это все регулировать на уровне и семьи, и школы, и университетов, потому что, например, если родители будут предупреждены о таких-то группировках, они смогут, например, объяснить это своим детям уже как-то лучше, чем, например, они, если не поняли этого в школе. Ну, наверное, так. Если на государственном уровне, то, наверное, в общественных организациях можно говорить об этом, привлекать туда детей. Благодарим вас. У вас есть возможность задать БЛИЦ, либо персональный вопрос? Я, наверное, задам всем вопрос. Как вы считаете, почему во всей экстремистской организации больше вовлекается детей, которые более замкнуты и находятся в депрессии? Почему они больше продажут? Кирилл? Ну, дети на таком этапе в раннем возрасте сами слабы на психоэмоциональном развитии. То есть их легче всего вовлечь в разные организации, их проще сказать, что вот это хорошо, это плохо, они поверят. И тем более сейчас идет тенденция, что дети в большей степени доверяют интернету, нежели советам друзей, родственников, семьи. Алина? Спасибо за вопрос. Я считаю, что почему такие дети подвержены? Потому что они чувствуют себя одинокими. В этом большом мире они хотят быть услышаны, хотят, чтобы их слушали, но, к сожалению, их слышат именно деструктивные группировки, которым это выгодно. И по статистике, была даже, есть такая статистика о том, что в таких деструктивных группировках больше всего задействованы именно люди финансово обеспеченные, из хорошей семьи, с положительными эмоциями постоянно. Потому что им просто-напросто не хватает общения с родителями. Благодарим вас, Ниес. Каждый из нас был в сложной эмоциональной ситуации. Я думаю, все помнят, как важен какой-то совет извне, доброе слово, которое может поддержать, помочь и направить, скажем так, на путь правильный. Вот. И учитывая то, что дети оказываются в таких ситуациях одни, наедине с собой, и, как правило, влияние вот этого, скажем так, как и хорошего влияния, как и хорошего совета, так и плохого совета усиливается многократно. Поэтому очень важно не допускать такие, скажем так, состояния у детей, контролировать их и уже на уровне образовательных учреждений, потому что проблема проявляется как раз именно в этом возрасте, точечно воздействовать мягко, общаться, выводить детей из этого состояния. Спасибо. Благодарим вас. Аплодисменты спикера. Уважаемые эксперты, есть ли у вас вопросы к ребятам либо в формате БЛИТ, либо кому-то персонально? Март Мансурович, Дильбар. У меня вопрос связан с печальными недавними событиями, когда у нас в Казани убили студента, да, африканца. Март Мансурович, повторите еще раз в микрофон, да. Убили студента африканца, знаете, да, из Чада, по-моему. Ну, сколько-то, некоторое время назад это трудно было представить. Да, в Москве мы знали, это есть в Питере, там, в Воронеже, а теперь вот в Казани. Вот почему это стало возможным в нашем городе? В чем проблема? Вопрос всем, поэтому... Анастасия, давайте начнем с вас. Я считаю, что это могло произойти, на самом деле, в любом городе. И у нас еще можно говорить о том, что в Татарстане живет очень много религий. Собрано очень много религий, в других городах, по сути, такого нет. И, возможно, это было на основании какого-то, ну, не проявления толерантности, жестокости. Это просто фактор, который мог произойти в любой момент, в принципе. И произошло именно у нас. Ну, не ес. Следует отметить то, что Казань очень стремительными темпами разбирается и уже развивается, и никто уже не оспаривает статус третьей столицы. Вместе с экономическим развитием, вместе с развитием в каких-то технологиях, в инструментах, в государственном управлении, которые приходят нам, скажем так, по опыту первой и второй столицы, к нам приходят и все тенденции, тренды, как позитивные, так и негативные, которые есть в этих столицах. Почему это произошло? Мне кажется, именно поэтому. Вопрос, была ли здесь недоработка, скажем так, с точки зрения наших силовых структур, я думаю, они не совсем были готовы именно к такому развитию событий. Они больше работали, скажем так, в закамских регионах с религиозными больше структурами. И, возможно, просто оказались... Не туда был фокус внимания нацелен. Но я уверен, что в будущем все будет отлично. И они будут контролировать и этот момент. Алина? Спасибо. Каждый город от этого не застрахован. Просто у нас этого было мало, у нас этого, в принципе, наверное, не было. И я все-таки считаю, что это был именно, возможно, религиозный какой-то такой прецедент, который случился. Единичный случай. Но за ним же последовал и второй случай. Это был уже российский, да, россиянина пытались убить. Видимо, да, это не досмотрели институт, правоохранительные органы, да. И в основном, наверное, это не досмотрели на ранних стадиях семьи. Кирилл, ваш? Да, Мария Максимович. Вы считаете, что корень лежит в религиозных отношениях, а не в расизме? Да, в расизме. Кирилл? Да, я считаю, что это может произойти в любом городе, так как люди разные, в каждом городе есть разные люди, есть... может случиться все, что угодно, поэтому от этого никто не застрахован. Благодарим вас за ваши ответы, аплодисменты. На этом завершаем раунд, завершаем финал. Да, последний вопрос. Вопрос не я, Зо. Нет, как вы считаете, в плане проявления экстремизма, случаев таких, как вам кажется, миграция, которую испытывает, давайте поговорим о республике Тарстан, да, то есть много приезжих из СНГ, неважно, это скорее плюс, потому что мы учимся жить в такой мультикультурном мире, да, с очень большим количеством людей, которые к нам приезжают, или это минус, который раздражает коренное население и наоборот вызывает раздражение, нетерпимость, агрессию. Миграция для нас в плане экстремизма – это плюс или минус? Смотрите, есть такая теория критической массы. Я считаю то, что при определенном проценте миграции, как, например, произошло в странах Европы, возможно, от коренного населения какой-то негатив в отношении мигрантов. Но по опыту республики Тарстан, по, скажем так, моему личному опыту, я не вижу в этом проблемы. Мне интересно общаться с представителями всех национальностей. Я люблю плов, хинкали, манты, шашлык. И вот как бы даже на этой почве, да, слушай, да, даже на этой почве мне на самом деле это все интересно, и я открыт к этому, если в этом был вопрос. Можно? Я тоже считаю, что миграция нас учит быть толерантным. И при подготовке к освящению данной темы я прочитала очень интересное высказывание представителя духовного правления мусульман Джанбасова, который сказал, что Всевышний создал нас разными, лишь для того, чтобы мы могли научиться любить, принимать других людей, как своих братьев и сестер. Поэтому я считаю, что это очень положительный момент миграции людей. Дильбар. Мы сегодня уже во время первых двух раундов говорили про личность, ответственность и личные какие-то шаги. Вот у меня вопрос к вам ко всем в формате БЛИЦ. Что вы лично делаете для того, чтобы в вашей среде не допустить какие-то экстремистские проявления? Или для того, чтобы сплотить вокруг себя людей и наоборот развивать толерантность? Да, Анастасия. Я учусь на международных отношениях, и у нас в группе есть девочка из Йемена, есть девочка из Кореи, и мы все, в принципе, очень хорошо общаемся, это интересно, мы делимся своей культурой, различными там, ну, все, что у нас интересно, что у них, мы все это обсуждаем, это очень здорово, но я считаю, потому что это развивает и толерантность, и интерес к другим культурам. Также у меня был пример, как-то один раз мы находились, по-моему, в ГУМе, и молодой человек, чернокожий, не знаю, откуда он уж был, он сидел за столом, к ним подошла какая-то странная организация. Афроамериканец. Конец. Ну да, возможно, не знаю. Возможно. Ну, афроамериканец, афроамериканец, ну понятно. Мы не раздельно, хорошо. Нет, нет, он может быть как бы все это. Он может быть африканцем, но, пожалуйста, тоже различайте. Да, хорошо. Ну и к нему подошло двое людей, и показывали ему очень странные книги экстремистской направленности, было все на русском. Он разговаривал только на английском, после этого мы подошли с одногруппницы и объяснили ему, что делать этого не нужно, потому что это вовлечение в какую-то непонятную организацию. Он как бы после этого понял, и, я думаю, задумался о том, что это опасно. Принято, спасибо. Ниес. Я небольшой, но работодатель, и у меня работал турпен, и работала девочка из Украины. В коллективе было определенное недопонимание со стороны коллег, вот, и я, ну, я вообще, в принципе, не допускал этого. И просто мной лично были приняты такие меры, что эти люди работали спокойно и работали довольно долгое время и даже дольше, чем те, со стороны которых было это недопонимание. Я считаю, что в трудовых коллективах это особенно должно пресекаться. Алина. Спасибо. Я являюсь студенткой Института управления экономики и финансов, и я являюсь старостой группы. В моей группе очень много также иностранных студентов, есть афроамериканцы, два. И, в свою очередь, что я делаю? Я их учусь слышать их, учусь слушать и помогаю им в понимании нашей русской культуры. И также обогащаюсь их культурой обратно. Кирилл. Если взять личное общение, у меня очень много знакомых, друзей, которые не из России. У меня нет с ними никаких границ, спокойное общение на любую тему. А если взять всеобщее такое, для общества, для республики, то я являюсь координатором бессмертного полка в Казани. И как раз данный проект является антиэкстремистским в одной из своих направлений. Благодарим вас, аплодисменты нашим спикерам. На этом мы завершаем раунд, завершаем сегодняшнюю площадку. Уважаемые эксперты, сейчас только вы принимаете решение, кто победил по итогам раунда и площадки сегодня. Прошу вас оценить выступление. Кто выступал первым? Кирилла Шабалина. Ваши оценки для Кирилла. 5-5-5. 4 пятерки. Ваши оценки для Алины Гартвик. Она выступала за второй трибуной. 5-4-4-4. Третьим выступал Шарафиев Нияз. Ваши оценки для Нияза. 5-4-5-4. И завершала раунд Анастасия Филимонова. Ваши оценки для Анастасии. 5-5-5. 4 пятерки. Таким образом, ваши аплодисменты. У нас есть два победителя площадки. Анастасия и Кирилл. Прошу вас, уважаемые коллеги, уважаемые члены жюри, эксперты, прокомментировать итоги сегодняшнего раунда и подвести нашу площадку. Первым я попрошу это сделать Виктора Владимировича. Прошу вас несколько слов об итогах сегодня. Очень сложные темы сегодня были. Наверное, они, конечно, актуальны, но предыдущие темы, если сравнить с предыдущими политбоями, они были сложнее, потому что больше нюансов. Здесь спикерам было, знаете, что сложно сделать? Вам было очень тяжело уйти от личного опыта, от личной перцепции к высокому уровню абстракции. А политика, она всегда предполагает высокий уровень абстракции, нужно свое личное иногда оставить вне и думать о глобальном. Вот так должны размышлять политики. Ну, а вы, в общем-то, к этому стремитесь. При этом не забывая о простом человеке. Кому-то это удалось лучше, друзья, кому-то хуже, но это здорово, что есть такой проект, это опыт. Так что вперед в бой, дальше развиваться. Я думаю, будут еще бои, будут победы. Спасибо вам. Было действительно очень интересно. Во-первых, ребята, вам большое спасибо, вы огромные молодцы. То, что вы здесь вышли, выступили, сказали ваши мысли, ответили на вопросы. Я думаю, все у вас в жизни получится. То есть это вот то, что в политзаводе вы участвуете, в политбоях участвуете, это только начало. Вас ждет все хорошее впереди. Удачи вам, ребята. Благодарим вас. Спасибо. Дильбат, вы также впервые на площадке сегодня здесь с нами. Благодарим вас за возможность, которую вы нашли, и интересные вопросы, которые вы задавали ребятам со звездочкой. Спасибо большое, я старалась. Мне очень приятно находиться здесь. Интересный очень формат. Я иногда ставлю себя на место ребят, я все-таки себя считаю молодой, и такой, который еще буквально, несмотря на то, что уже есть какой-то статус, еще недавно была в вашей роли. И вот мне часто сама себе задают вопросы, а как бы я справилась с той или иной задачей, с тем иным вопросом. Всем успехов, всем пожелаю дерзать. И несмотря на то, что у вас полит бои, никогда не забывайте, что слова и дела должны быть равноправны. И то, что вы сегодня говорите и приводите в пример, это обязательно должно ввязаться с вашими действиями. Успехов. Спасибо. Спасибо. Марат Мансурович, слово вам. У вас большой багаж, большой политический опыт выступления, дискуссий, политической работы. И с вашего уровня, с вашей высоты оцените ребят и, может быть, дайте им на пустные слова и советы, потому что они только начинают политические дискуссии, а вы в них знаток. Спасибо. Несмотря на то, что они только начинают, они уже достаточно подготовлены и достаточно уверенно держатся во время этих боев. И эти ребята, и кто в финал не попал, я считаю, мы их всех можем поздравить с этим дебютом, если это дебют. Вообще мне понравилось в целом, в основном, то, как они формируют свою позицию, свое мнение выражают и какими фактами или примерами апеллируют в своих аргументах. Здесь у нас политбои проходят в игровой форме, да? Да, это образовательный формат. И будем говорить в комфортных условиях, в доброжелательной форме со стороны всех. Но настоящие политбои, которые происходят или в другой аудитории, или на улице, они совсем другие. Например, вот в воскресенье, когда известные были митинги, организованные сторонниками Навального. Я знаю, что в Казани было там точек 7, 8, 9, и там тоже были малогвардейцы или представители молодежных организаций, которые выходили где-то оппонентами им. И им было очень сложно. И вот такой формат политбоев, он где-то вот, наверное, готовит и закаляет к таким серьезным, настоящим политическим боям. И ребята, которые сегодня выступают, и особенно вот эти темы, которые были взяты, очень интересны и актуальны, на мой взгляд. Не только тем, кто сидит в этой аудитории, они интересны населению, народу. Тем, кто нас смотрит сейчас в прямом эфире. Нас еще и смотрит. Нас еще и смотрит в прямом эфире на канале ВНИВЕР-ТВ. Поэтому, как следующий этап, или для вот этих боев, или для участников, я считаю, уже можно выходить на такие настоящие встречи. Вот где как раз оттачивается мастерство, вот где проверяются знания, умения, и как политика, и как оратора, и просто как человека. Потому что, еще раз говорю, плюс такой, что темы очень животрепещущие, очень актуальные, и вам есть что сказать. Несмотря вот на то, что на ваш возраст, на ваш дебют. Поэтому, молодцы, я очень рад, что такой формат вообще реализуется, в такой форме, и есть такие активные участники, и в зале, и на сцене. Желаю успехов. Благодарим вас, аплодисменты. На этом мы завершаем площадку. Однако, хочу сказать, что ораторами не рождаются, ими становятся. И площадка политических боев, это та самая площадка, где вы сможете почувствовать не только дружеское плечо, но и все-таки то плечо, которое вам остро задаст вопрос. И вам придется отвечать на эти вопросы, формулировать свою точку зрения, пусть даже вы никогда, возможно, не задумывались об этой проблеме. В этом и состоит политика. До новых встреч, уважаемые друзья, ваши аплодисменты. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»